Этого человека зовут Билл Морган, австралиец, который дважды сумел выиграть в лотерею. Он, конечно же, не единственный, кто смог это сделать, и сумма его выигрыша была далеко не самой большой, но при этом случае Билла занимает в истории без преувеличения особое место. Перед тем, как выиграть первый раз, Билл в буквальном смысле был мертв, а ситуация, в которой он выиграл в лотерею второй раз, вообще кажется чем-то невероятным. Я думаю, не стоит объяснять, что ваши шансы выиграть в лотерею ничтожно малы. В зависимости от типа лотереи, вероятность выигрыша может немного отличаться, но чаще всего это все равно будет один шанс из нескольких миллионов. Как иногда любят говорить, у вас больше шансов внезапно умереть по дороге, киоску, чтобы купить лотерейный билет, чем выиграть в саму лотерею. И все же, чуть ли не каждый день мы видим новости и статьи о счастливчиках, которым Фортуна улыбнулась по-крупному. Понимая, насколько малы ваши шансы получить главный приз, особо интересны истории тех, кто сумел выиграть в лотерею не один, а несколько раз. И что интересно, почти в каждой статье о таких счастливчиках вы всегда наткнетесь на историю Билла Моргана. И это при том, что сумма его выигрыша на фоне остальных выглядит более чем скромно. Если вкратце, невероятную историю Билла Моргана можно описать четырьмя цифрами. 14 минут, 12 дней, 17 тысяч и 250 тысяч долларов. Биллу Моргану было уже 37 лет, когда его жизнь неожиданно совершила крутой поворот. Для семьи обычный водитель грузовика, живущий в простом трейлере. Нельзя сказать, что Билл был неудачником, но то, что судьба не баловала его подарками, это точно. И возможно, все так оставалось бы и дальше, но Фортуна, видимо, решив выплатить Моргану свой долг за предыдущие годы, запустила череду невероятных событий, которые в итоге перевернут жизнь Билла Моргана с ног на голову. Правда, догадаться, что за всем этим стояла Фортуна, было очень трудно, особенно по первым событиям. Началось все с того, что в 1998 году Билл на своем грузовике попал в аварию. В дополнение к полученным травмам у него еще и случился сердечный приступ. На место прибыли спасатели, и пусть и в очень тяжелом состоянии, но Билла успели доставить в госпиталь. Казалось, вот оно везение, но нет. Пытаясь спасти его жизнь, доктора, возможно, по случайной ошибке или незнанию, ввели Биллу лекарство, которое вызвало острую аллергическую реакцию. В итоге его сердце не выдержало, и Билл Морган умер. К счастью, умер Билл не навсегда, а лишь на 14 минут. Именно столько он находился в состоянии клинической смерти. Все это время доктора отчаянно боролись за его жизнь. Каким-то чудом они смогли запустить его сердце, и Билл, можно сказать, вернулся назад с того света. Везение? Да, но не совсем. В тот момент для самого Билла ситуация, к сожалению, существенно не изменилась. Его сердце снова работало, но Билл впал в глубокую кому. Наблюдая за пациентом, у врачей, к сожалению, не было поводов считать, что в будущем ситуация сможет измениться к лучшему, и будучи реалистами, они рекомендовали родственникам Билла отключить того от аппарата поддержания жизни. Каким было окончательное решение родственников, никто точно не скажет, но точно известно, что никаких поспешных действий, к счастью для Билла, они не сделали. Пока родственники думали и решали над его дальнейшей судьбой, Билл после 12 дней в коме неожиданно проснулся. Невероятным было не только то, что он смог вернуться в сознание, но также и то, что у него не было обнаружено никаких отклонений или повреждений головного мозга, которые часто характерны для пациентов, прошедших через клиническую смерть. Похоже, что Фортуна перестала делать непонятные намеки и, наконец-таки, взялась за дело. Спустя некоторое время, оправившись от травм, Билл вышел из больницы, при этом с твердым решением изменить свою прежнюю жизнь. Пройдя через смерть и воскрешение, Билл решил начать все заново, не возвращаться к прошлой жизни водителя грузовика и нашел новую работу. Он также отважился на шаг, на который долгое время не решался. Сделал предложение своей давней подруге Лиси Веллс, и та ответила ему согласен. Чувствуя себя счастливчиком от того, что он был жив, и любовь его жизни согласилась выйти за него замуж, Билл решил купить лотерейный билет. К его невероятному удивлению, стерев на билете защитный слой, Билл обнаружил, что выиграл автомобиль стоимостью 17 тысяч долларов. Вот такой вот неожиданный подарок судьбы. В принципе, уже и на этом моменте можно было бы рассказ закончить. Даже тех событий, что случились с Биллом Морганом в течение всего одного года, сполна хватило бы, чтобы сказать, что с ним приключилась чудесная и необычная история. Точно так же, скорее всего, подумали и сотрудники одного из местных телеканалов в Мельбурне. Конечно, сам по себе выигрыш машины в наши дни уже не супер новость, но учитывая то, что победитель перед этим находился в состоянии клинической смерти, а затем почти две недели в коме, все это вместе взятое более чем подходило для отдельного видеосюжета. Сотрудники телеканала связались с Биллом, и тот, конечно же, не возражал. Для новостного выпуска нужен был видеоряд, и операторы попросили Билла отыграть на камеру момент покупки лотерейного билета. Сценарий был довольно прост. Билл подъезжает на парковку, заходит в магазин, покупает билет, стирает монеткой защитный слой на билете и затем с огромным удивлением говорит в камеру что-то из разряда «О боже, я выиграл автомобиль». Билл старательно следовал сценарию, но особенно хорошо ему удалась часть с удивлением. То, что случилось дальше, мне кажется, не придумаешь даже специально. Лотерейный билет, который Билл купил просто так для видеосъемки, в итоге оказался выигрышным. Пытаясь показать на камеру, как за две недели до этого он выиграл автомобиль, Билл Морган неожиданно стал обладателем призов четверть миллиона долларов. Видимо, фортуна решила сполна рассчитаться за причиненное до этого неудобство. Первым делом Билл позвонил своей невесте. Вот такая история. Если в вашей жизни не было больших выигрышей, то не спешите отчаиваться. Возможно, фортуна просто припослал для вас что-то на потом. И уж кто точно никогда не отчаивался, так это пилот Дуглас Корриган. Смотрите далее историю о летчике, который в погоне за своей мечтой случайно перелетел «Атлантический океан», за что и получил прозвище «Дуглас не в ту сторону». Большое спасибо за вашу поддержку канала на Патреоне. Если вы также хотите поддержать выход новых видео, это можно сделать по ссылке в описании. А на этом все. Спасибо, что смотрели и до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok